как вы видите молодежь от 18 до 30 лет если у них какие-то негативные или положительные особенности лучше или хуже они от прошлых поколений в чем основные моменты молодых поколений если проблемы есть то как их можно исправить ну здесь здесь общая проблема по поколению проблема интеллектуального развития вы представьте что человек за первые годы своего становления должен получить жизненный опыт во многих направлениях и должен интеллектуально развиться во многих направлениях и на это на все ему дается вполне конечный ресурс времени вот за столько-то лет он должен совершить такие-то ошибки получить такой-то опыт вот так-то развиться подчеркнуть информацию и ставить вот таким вот умненьким хорошим человечком который что-то понимает в большинстве случаев все должен понимать что-то может он еще не успел как-то наберет эту мудрость годами но должен развиться вот представьте что вы и вот из этих лет его приобретение опыта вы украли половину просто взяли половину краса украли возраста да то есть вы интеллектуальный возраст человека сократили вы затормозили его в развитию да вот если он 30 годам это вот половину всего только смог себе в голову взять то он же затормозился он в развитии а стал более отсталом от людей которые получали опыт что получается как как украл вот если человек просто пять лет своей жизни просидел протыкал клавиши проиграл в игрушку в чем развился ура развился в общении с людьми нет он может там с девочками с мальчиками общался своего возраста с ровесниками приобретал какой-то опыт нет он сидел клуб может он коммуникации которые пригодятся там в трудоустройстве пригодятся на работе при исполнении своих обязанностей нет он грубо говоря он подвис в детстве он с ненакопленным опытом превратился такого полу наивного ну по отношению к тому кем он мог стать он просто получил нормальное такое отставание тоже касается просто знаний фундаментальных если раньше можно было это черпать информацию которая имела ну определенную достоверность мы понимали там допустим что 70 процентов информации которая идет в общих потоков является достоверны то сейчас то и там и 30 процентов достоверных нет у нас все искажено вот все потоки информации либо загрязнены либо искажены либо ну вообще не имеют отношения никакого к реальности то есть человек молодежь от 18 до 30 лет в современном потоке развития имеет меньше шансов продвигать нашу цивилизацию по отношению к предыдущим поколениям в это же вот если сравнивать с другими млекопитающими вот человек имеет там 70 лет активной жизни перспективу плюс минус да суслик там имеет несколько лет развития до перспективе этого млекопитающего которого меньше ресурс времени за свой меньше ресурс времени он успевает что-то собака имеет тоже какой-то более короткий чем человек ресурс естественно что возможности цивилизации собак по отношению к возможностям цивилизации людей они разные плюс еще биологические аспекты да там у сусликов еще там допустим меньше и люди современные которые у которых опыт жизненный обрезали в сторону туда собачек и сусликов они имеют меньше шансов на развитие цивилизации а я понял любое материальное тело выдавливает пространство в разные стороны и чем больше объектов тем и пространство больше становится она и так бесконечно тут еще и сторону распирает материя то есть тяжелое не что ну что творится на я понял любое материальное тело выдавливает пространство выдавливает пространство то что такое выдавливает пространство тело не может выдавить пространство пространство это не жидкость пространство это не вещество вот особо густая форма бреда всего в двух словах выдавливает пространство владимир ломбанов вы не сосредоточились выдавить пространство невозможно тело может быть размещено в пространстве но не может его куда-то выдавливать не надо своей фантазии так усугублять. Есть люди, для которых время первично, а пространство – это такое жуткое понятие, для осознания им надо больше времени. Ну, что сказать. Будем знакомы с вашей оценкой. Михаил Селегов выдал. Виктор, я согласен, справедливости как таковой не бывает. Но стремиться к этому не зазорно, тем более терроризировать и убивать кого-либо. Еще раз. Михаил Селегов. Виктор, я согласен, справедливости как таковой не бывает, но стремиться к этому не зазорно, тем более терроризировать и убивать кого-либо. Вот что сказал Михаил Селегов. Он сказал, что не зазорно терроризировать и убивать кого-либо из-за того, что ты стремишься к справедливости. Это вот дураки за справедливость, агрессивная форма доминирования. Человек считает, что можно убивать кого-то ради справедливости. Это вот кто у нас ломал страну, свергал царя. Это вот люди с таким мышлением. Это жесть, это жесть, ребята. Это вот примеры. Это вот часть нашего населения мыслит так. Терроризировать и убивать кого-то незазорного. Все. Это разрушители внутри системы. Лютая ситуация, лютая. Михайло Гребенюк. Пусть управление хоть из Марса будет. Главное, чтобы управляли не из России. Что ты мелешь, приезжай в Украину, глянь. Вот мысль. Пусть управление хоть из Марса будет. Это вот утрата суверенитета. Это вот полностью утрата суверенитета. Пусть управление хоть из Марса будет. Вот кто угодно вас будет командовать вами. Кто угодно вас будет гнать на смертушку. Вы этим процессом не управляете. И ты за это рекламируешь. Ты это проповедуешь. Это вот, это жесть. Это жесть. Люди не понимают элементарных вещей. Когда ты сам собой не управляешь, ты доведен до скотского состояния. Эпоминонт Апломбов. По Катюшику получается, что если экспериментальные факты противоречат детской здравой логике, то такие факты нужно выкинуть. Гениально. Ну, сочувствую. Во-первых, детской здравой логики не существует. Логика она одна. Она не детская. Она не стариковская. Она не взрослая. Она просто одна. Есть четыре закона логики. Вот все, что им соответствует, это логично. Что не соответствует. Неважно, дитё лопочет или взрослое. Дитё может быть логичнее, чем какой-то дедушка, утративший логику. И так далее. То, что такие факты нужно выкинуть, если факты, ваше представление о фактах, противоречат логике. Факты выкинуть невозможно. Вот трактовку фактов. Вот дуренька посмотрела на факты, и самолет летать не может, потому что он крыльями не машет. Всё. Вот что вот с этой дуренькой делать? У неё факты. Самолет не машет крыльями. Это факт. Летать не может, это всё её логичный вывод. Вот дуроньки не могут сосредоточиться. Если дуронька не может сосредоточиться и выдаёт свои какие-то мечты за факты, ну, тут только сочувствовать. Вы тоже сосредотачиваетесь и не пишите такую... Такую, такую. По критике. Ну, тут прорываются иногда такие комментарии. Ну, пример биологического мышления. Это когда человек негодует, но он не может вышептать, с чем конкретно не согласен. Вот комментарии под фильмом о граммедитации, по-моему, оставлены. Алексей Татаринов. Ничего глупее этого видео на Ютубе я ещё не встречал. Друг кинул мне ссылку на этот бред сумасшедшего, и теперь он мне не друг. И не потому, что я начал считать его идиотом, а потому, что он лежит в Кащенко, куда лежит дорога автора этого галимого бреда. То есть, ребятки очень эмоционально. Им вот что-то новое увидели, то, что в голову так не влазит, они начинают нервничать. И как бы, вот осмысленный ряд, ну, не сформирован. Человек не может сказать. Такое-то утверждение, в части такое-то неверно, по такой-то причине. Но человек может плескать эмоции и выражать своё вот негодование. Если мысль не накудахтывается, то она невыхрюкиваемая. У нас есть такой на прозеру печатный источник, где я просто сбросил цитаты старых обсуждений, приходилось там не только хорошо разговаривать, приходилось и ругаться с некоторыми людьми, ну, так, на повышенных тонах разговаривать. И там, ну, как бы, основные такие фразы. Пока потуги критикующих не приведены к форме, такое-то утверждение, в части такой-то является несостоятельным по такой-то причине, всё это не критика, а деятельность, имитирующая мыслительную, но по сути таковой не являющиеся. Правила конструктивного обсуждения просты. По одному пункту до полной ясности выберите одну конкретную позицию по основному предмету. Мысль не должна сводиться к загибанию пальцев. Сделайте то-то и то-то, а я подумаю. А именно, конкретному вопросу, пункту позиции. Мысль должна носить внятную форму. Такое-то утверждение в части, такое-то является несостоятельным по такой-то причине. Обоснование. Если же вы изразить состоятельную мысль не можете, то ваша мысль не формируется ввиду отсутствия внеинтеллектуального содержания. Один пост в большинстве случаев, не перепрыгнув, не говорите гоп, не прыгайте с вопроса на вопрос, не врите, абстрактно говорить не требуется, а спорьте какую-нибудь либо формулу, либо вывод. Формулы здесь, видео здесь, блог здесь, ссылки. Вот. А так получается, что у людей мысли скачут, как бабуины по веткам. Они, кажется, что что-то не так. Нахрюкать, что не так, они не могут. Против чего конкретно они возражают, сознаться они не могут. Нервничают, верещат. Вот. Ну, хамит некоторые начинают от интеллектуального бессилия. Индиотия, невежество, грубость, самая сильная степень врожденного слабоумия. Очень такой интересный, нарядный момент, когда люди, люди, вот, столкнулись с информацией, не готовы ее воспринять, когда, наверное, она вот ломает им их мировоззрение. И им кажется, что они позадавали вопросы какие-то. Вот он задал вопрос, ему кажется, что он умный, что из этого вопроса должно что-то следовать. Вот я задал вопрос, а ты не отвечаешь на мой вопрос. Наверное, из этого что-то должно следовать. Во-первых, большинство вопросов, они, ну, глупенькие такие, несостоятельные, вообще ни о чем, нет причинно-следственной связи, отвечать на эти вопросы, это оно. Вот вам предлагают развитие беседы, попрыгайте с вопроса на вопрос, из предлагаемого мной списка. Ну, то есть, человек пытается вами управлять, навязывает вам повестку, ну, какую-то свою бессмысленную, бессмысленную. И критика и вопрос, вот человек задал вопрос, это сколько время, это разве критика, нет? А почему такое-то время? А какое было время? А за сколько время до? Это не критика, это просто человек там что-то копошится в своих мыслях, пытается сосредоточиться, ему кажется, какой-то умный вопрос, что он, ну, это не критика по факту, это не есть указание, какое утверждение, в какой части неверно, по какой причине. Вот только такая может быть критика. Поэтому сосредотачивайтесь, пожалуйста. Это все попытки копошения интеллектуального, просто потрата времени. и Субтитры сделал DimaTorzok